У меня вообще вызывает опасение, что это дело будет рассмотрено объективно и беспредственно, учитывая то, что потерпевшие являются сотрудниками полиции. И я боюсь, что это обстоятельство может иметь значение. Даже приведу такой пример. Как дело началось, уже были допущены нарушения. Мне позвали на телефон. Это было примерно полдвенадцать. Я приехал вместе со своей дочерью, которой 14 лет. Так вот, ее меня отвезли в полицию. И она там находилась с двух часов до шести-двадцати минут. Более четырех часов. Несовершеннолетний ребенок. Для чего? Какое она имеет отношение к этим делам? Это незаконно. У нас взрослый человек не может находиться там более трех часов. Ребенок находился. Я заявлял в связи с этим возражением, говорю, на каком основании находится здесь ребенок, моя дочь. Какое она имеет отношение к делу? Приказ начальства. То есть, приказ начальства уже отменил все законы, которые действуют. Вот об этом и решили. О том, что уже идут существенные нарушения прав и законных интересов человека. Где наш прокурор? Почему он бездействует? В нас в случае такое обращение от нас спасут. Вопрос такой. Вы, как исходя из вашей позиции, то есть, вы считаете, что не во всем есть ли на вашего сына. То есть, можете вкратце его характеризовать как человека? Не как на ваших его характеризовать сотрудник полиции, а именно как отец? Как отец, скажу, что хороший человек, мягкий и добрый. Но если его вот в такую ситуацию попадет, ну, любой человек может прийти на какой-то экстремальный шаг. То есть, в данном случае, как он пошел на это и что там именно, конкретно произошло, я просто не знаю. Но и на работе, и везде на нем хорошо отзывается. Есть масса положительных характеристик. Хорошо он занимался. Сам бы еще маленький был. Занимал там первое, второе место у меня, третье по областным соревнованиям. Поэтому, как здесь, вы написали из ваших публикаций, что это просто какой-то рецидивист. Вот это не так. А работает в какой сфере? Менеджер по автозапчастям.